Девушки отдыхают Оглушающий выстрел И наверное, наверное я так и поступлю А потом уже когда-нибудь Наверное в перспективе я возьму Копье лучника и что-нибудь еще Но пока, пока меня интересует Вот именно оглушающий выстрел Все, замечательно 11 уровень 61 влияние 61, нифига себе По-моему это очень много Так, ну и давайте собственно Осмотримся на берегу локации Называемый штормовой берег Есть тут у меня несколько заданий Железно Обычненькое Окей, всего единичка Живописно кстати На самом деле мне нравится Так, а что это мы тут заметили? Веретеночки Веретеночки Да? Оу Это было больно Понятно Туда нельзя А вот здесь некая пещерка Да? Прячется Правда она может оказаться Прям сильно наверху Нет Паутина О да Это многообещающе Хотя бы просто Даже знаете почему? Потому что у меня тут есть Квестики Связанные с Паучачьими внутренностями Так Гигантский паук Пошел Вот так С отпрыжечкой Кассандра Танкуем Кассандра Работаем Работаем Кассандра Работаем Сейчас еще прибегут Вот он Дрень такая Давайте Давайте Еще есть Я знаю Идите сюда Мне нужны Все ваши внутренности О Первые внутренности Отличненько Где ты? А вот ты где Спрятаться решил Да? Не тут то было От нас так просто Не спрячешься О Еще Паучи Отличненько Хорошая динамика Хорошая динамика Мне нравится Так Афрак Где же ты? Вот Сейчас Давай Давай Опа Отпрыжечку Все Практически готов уже Найс Люблю Когда все идет По плану Мне кажется Может так статься Что я здесь Немножечко Раньше Времени Появился Может Так статься Что я здесь Появился Немножечко Раньше Времени Но Я Не думаю Что это Окажется Для нас Проблемой Рано или поздно Все равно Если даже сюда Нужно будет вернуться То мы сюда Вернемся С удовольствием Гнута руководит посоха И тотемчик Мабарим Отлично О Зажжем Во Так гораздо лучше Так А еще есть тут факела? Давайте хотя бы Осмотримся Ну видимо Нет Ну ладно Уходим Что ж Ну просто Паучки Просто Паучки И немножко Веретенки Действительно Штормовой Такой довольно таки Берег Надо признать Это надо Признать Так Давайте теперь По берегу В другую сторону Наверное О Отлично Еще проверить Щит Который я нашел Давайте Прямо сейчас Наверное Проверим Щит Который я нашел Для Кассандры Щиты У нас В оружии Храма Ничего Нет Хуже Хотя Мне больше нравится Как выглядят Вот именно Такие Каплевидные Щиты И Иже С ними Я точных Названий Конечно Не знаю Нежели Вот эти Вот Башенные Прямоугольные О О Осколы Клево Нашел Осколы Так Найдены Осколки На штормовом Берегу Один Стоп Кун Кун Солдат 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 Так Осколок Осколок Медведь Осколок Осколки Так, если пойти от верхнего, сюда-сюда, нет, подожди, начать отсюда, сюда-сюда-сюда, нет, стоп, отсюда начинаем, приходим сюда, так, чисто теоретически, попытаемся. Эээ, нет, фиговая идея. Хм, ну все, 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 все. Нельзя одну и ту же линию проводить дважды, а по узла, что-то у меня не идет процесс размышления. Нет, нужно начинать куда-то сверху, вот если, допустим, начну отсюда, так, проведу, вот так, вот так, вот так, вот так, о, неплохо, отсюда, вот так, о, так-так-так, блин, что это было, я забыл, клевый же способ получился. Так, 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 так. Так, спросить. Так, верхнюю часть простроили, сейчас находимся в этом узле. Нужно пойти сюда. Вот так вот. Узник какой-то. Окончить. Созвездие сорвано. Либо там еще один Астрариум, либо одно из двух. Как говорится. Либо это ключ от номера Карбофоса, либо одно из двух. Так, ну что-то здесь как-то стремно спускаться, конечно, но туда очень хочется, честно говоря. Мне кажется, что там будут накатывать. Так, давайте посмотрим. По карте. Где там, мне кажется, будут накатывать? Вот в ту сторону сейчас посмотрим, чтобы понять, куда я смотрю, в общем. Там Астрариум. И Пещериум. О, так там мне, в общем-то, как бы туда и надо. То есть я сначала, наоборот, должен вот эту часть осмотреть, чтобы с нею завершить все эти дела. Окей, окей, все, тогда, тогда, в общем, я на самом деле правильно двигаюсь. Дракон. С каким-то гигантом дерется. Мать моя женщина, что творится? Смешались в кучу люди-кони. Хочется, знаете ли, как-то поучаствовать в процессе, честно говоря. Но мне кажется, что они ждут меня. О. О, я пробегал, дом не заметил. А, не-не-не, все нормально. Я еще не пробегал рядом с ним. Ну, то есть я пробегал, но я... В общем, нормально, что я его не заметил, потому что он стоял сильно выше того места, где пробегал я. И этот дом, судя по всему, является целевым для меня. Так, ой, серьезно, что ли? Вообще же никакой еще. Клинок Гесария, да. Фу. Какая лажа. Фига Варик шваркнул вообще по-нормальному. Так. Отлично, подвынесли. Так, и взять добычу. Замечательно, сохраняемся. И идем дальше. Осмотримся-ка в домике. У-у-у, да, взять добычу. Мм, так себе. Так себе фигня. Так. Это что, лестница? Ух ты, так он еще не одноэтажный, а такой. Благоустроен. Ну, давайте возьмем. Все возьмем, я сказал. Жаль, что нет, знаете, какого-нибудь торгового стола в лагерях. Че я подумал. Было бы удобно просто. Ну, реально было бы удобно. Ну, осколок. А я думал, что это за маркер. А это осколок. Так, стопэ. Че-то мы тут замечаем. Корешки. Пятерочка его. Фенька случайно убил. Готов. Ну, Фенька просто под удар подставился. Ну, уже все видели. А это нага была. Окей, нага. Не важно, в общем. В сущности, не важно. Так. А здесь вообще какая задача. Солдаты инквизиции были на встречу с группой разбойников. Солдаты еще не успеют передойти до места встречи, когда связь с ними была потеряна. Интересная концепция. Ну, давайте осмотримся тогда здесь в округе. По какой причине была потеряна связь с солдатами инквизиции? Мы должны это узнать. Это что у нас тут гномья статуя? Миша. У как, во сне. Все. Медведик. Я, кстати, тут подумал, что нужно посмотреть за солосом, когда буду его качать в очередной раз. Нужно осмотреться и в других таблицах на предмет каких-либо перков, завязанных на щит. Потому что они могут быть. И лучше бы их найти и осмотреть. Так, а что такое? Все еще почему-то ничего не могу найти. Подождите, дома 2. А я залез только в один пока. Ну, вот оно что. Как я первый-то пропустил. Что, в общем, не важно на самом деле. Посмотреть на карту. Прод 6. Не обязательно заберите герб милосердия, чтобы зажалиться с главарем-разбойником. С главарем-разбойником. Заберите герб милосердия. А где этот герб милосердия? Чтобы сразиться с главарем-разбойником. Потому что сразился бы, честно говоря, с главарем-разбойником-то с превеликим удовольствием. Так. Ну, я вот пошел как-то так вот. Ну, блин, мне бы, наверное, может быть, вернуться даже к лагерю. Может быть, даже вернуться к лагерю просто потому что... Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, нет, это баран. Пусть живет. Что-то обнаруживает. Но это все, по-моему, просто простое железо. А, нет, смотрите-ка, змеевик. Вот змеевик возьму. Ну, ладно, раз уж я здесь. То возьмем и железки. Если вот сюда, допустим, пойти. Что там будет? Мне же интересно. Я понимаю, что я упрусь в гору, да, в горную гряду. И это как бы такая естественная преграда. О, это как раз место с вот этим вот... Со статуей гномов. Так, взяли. Стопэ. Наверное, вот ты самый опасный среди них. Ну, или, по крайней мере, самый живой. Теперь любимая часть это сбор добычи. Так, на радаре, в принципе, ничего такого не показывает. Поэтому здесь, по-видимому, ничего особенного-то и нет. Какая-то запись. Про честь я с удовольствием прочту список припасов. Ой, случайно. И куда же ты тропинкой меня приведёшь? Подождите, а здесь что? Вот как бы всё и тупик, что ли? Да, судя по всему, здесь как бы тупик. То есть мне в любом случае сюда надо идти. Окей. Опять коренья. Коренья это, честно говоря, не очень интересно. Ну, или уж, по крайней мере, гораздо менее интересно, чем что-либо другое. Потому что алхимией я что-то как бы занимаюсь не особо. Так, 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 сейчас изучим. Гномья архитектура. Так, 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 куда она нас приведёт? Это тропа. Отлично. Какие-то враги даже уже. О-о-о. Найс. Что-то я промазал-то в него. А-а-а-а, мерзота. А ты кто такой? Глубинный охотник. А-а-а, вот это мелочь, что ли? Ну, знаете, при этом это на самом деле такой. Это же, по-моему, маркер того, что здесь могут быть драконы и им подобные. Вот чего это маркер может оказаться. Ну, кто не рискует, тот не побеждает, поэтому... Рискнём. Ну, тем более здесь вроде как довольно камерное местечко. Интересно. Чё, заметил? О, взять добычу. М-м-м, уникальный щит. Оплот шефера. Так. Несмотря на то, что числа... Численная, вот чисто численная броня у него вроде как невелика, у него очень на вид интересные бонусы. Оплот. У оплота шефера. А-а-а, как то. Как то. О, ошеломление противосложения, защита в ближнем бою. Вероятно, здесь процент даёт 5 секунд эффект рок-доблести. Но он уникальный, блин. Пусть она с ним ходит. Это же прикольно. Вот когда я найду прям сильно-сильно очевидно более крутой, тогда как бы и заменим. А пока почему бы с этим не погонять? Сундук, который выглядит очень... Прицел Бьянки улучшен. И скидс, конечно же. Ну, замечательно. Слушайте, действительно очень такое небольшое место, но я рад, что нашёл его. Рад, что пришёл сюда. Обвести, вынести. И унести. Так, а чё это мы тут? Уже заресались. Мелочь пуза-то. Шкурка глубинного охотника. Так. И что ещё? Ещё шкурка глубинного охотника. Чудесно. И ещё шкурка глубинного охотника. Ну, балуют. Так, давайте здесь осмотримся. Классные гномы, прям такие. Борода как часть доспеха. Ну, это край. Очевидно, край, да. Я всё правильно делаю. Давайте на сексу сюда поставим маркер, чтобы не заблутать. Подожди, а здесь где-нибудь поблизости есть лагерь? Ну, не то, что прям поблизости, но есть. Возможно, стоило бы активнее пользоваться лошадкой. Но я им чё-то не доверяю. Оу. А тут всё по-серьёзке. Чё заметил? Корешок, понятно. Тут всё по-серьёзке, знаете ли. А вот интересно, а там... Там же может быть мирное поселение вполне. Легко. Я даже больше скажу, там, судя по всему, мирное поселение. А нифига там не видно, поселение. Хотя это может быть снаружи, как-то спаун такой. Отлично. Ну, что-то типа осада такая, знаете. Город под осадой. Поселение под осадой, точнее. Так. Что это за местечко такое? Давайте по карте посмотрим. Ну, пока не ясно, что это такое, но... Я думаю, выясним. Надо как-то сойти сюда. Мм. Вообще, это место не выглядит очень так уж мирным. Да и само название «Гесарианский лагерь» как бы намекает. Так, ребята, отходим, отходим. Что-то как-то тут стало уж больно пылка. Нормально, нормально идем, нормально. Миссия завершена. Наведение порядка. Можно и зелеца выпить. А, теперь добыча, так. Добыча, добыча. Отлично. Семь золота. Ну, чудесно. Вы балуетесь. Семь золота аж, ну. Так, тоже клевенько. Это стойло, в которых, конечно, ничего нет. Не, ну, вообще, лагерь внутри не очень большой. Его легко можно осмотреть сейчас. И залутать. А тут у них, видимо, была псарня. Хотя не факт. Может быть, главный, там, ловчий жил. У меня скоро инвентарь заполнится. Нужно будет сгонять какого-нибудь торговца, где бы он там ни был. Так, ну и чё-то, как бы, по-видимому, по-видимому, всё. А, вот-вот-вот-вот-вот. По-видимому, всё. Кроме этого, ничего нет. Посох-отступник, эскиз. Кстати, можно было бы сделать даже посох. Я думаю, что, если получился такой весьма-весьма-весьма неплохой лук, прямо весьма-весьма-весьма неплохой лук, то, может быть, и посох может получиться неплохой. Слушайте, а я, на самом деле, думаю, что может получиться такая достаточно растянутая локация, а не квадратная. И это было бы даже хорошо. Так, теперь давайте призовём конину. Конина. Здорово. Куда? Куда ты-то? Может, как-то слезть теперь надо. Так, ладно, всё. Коник решил в скайримского коника поиграть. Барашки. Уже что нет ездового в баранах? Это, в принципе, гала, как бы... Ну, окей, такая своего рода баран. В большом-то счёт. Так, а теперь уже фри-роуминг пошёл. Осматриваемся. Правда, ничего полезного не пропустить, а вот на коне как раз проще что-нибудь полезное пропустить, к превеликому сожалению. Сейчас куда? Ага, вот туда. А я не хочу туда, предположим. Я хочу вот туда пойти. Ну, например... Ну, такое возможно, что я хочу пойти туда. Или к лагерю. Хм. Осколки, осколки, осколки. Нет, ну... Может, реально до лагеря? Давайте до лагеря сгоняем. Лагерь где-то... Нет, лагерь, наверное, всё-таки в ту сторону. Всё, давай, на шифте. Стопы, а? Стопы спешатся. Вижу врага. Давай. Сейчас ты словишь у меня. Отлично, две штуки. Поймал плюху на две тысячи. А что, второму хватило, что ли? Окей. Хм, ну ладно. Так, что за поленница? Прочесть, отлично. Прочтём. Так. Почему-то, я не знаю, ну тянет вернуться на берег. Не могу, не могу тянет вернуться на берег, чёрт побери. Потом, если что, лучше где-нибудь целевой именно такой марш-бросок совершил. Ну прям тянет на берег вернуться. Ничего не могу с собой поделать. Мабари идут. Опа. Сейчас он на меня набросится. Баран, отходи. Здесь небезопасно. Ух ты ж, как он ломанулся-то, а? Профессионально. Так, здесь нет никакой терра инкогнито. Можно пойти вот сюда. Всё, идём. Как раз вот по этому ущелью. Мы пойдём и придём к разломчику. Скоро. Ой, это то место. А дракон? Ну как бы дракон Босяра, конечно. А дракон-то наш. Вроде как. Ой. Я даже знаю, в кого он это бросит. О, а чё, можно ему отдельно в ногу пальнуть? Прикиньте, можно ему ногу сломать. Нет, дайте хедшотить. Я буду хедшотить его. Куль. Так, прицелимся. И такой бачь хедшотик. А чё-то у него как-то очень планомерно здоровье снимается. Я вроде бью в ногу, а... А как бы... Ну, в смысле, бью в голову, а... Теряет здоровье и ноги тоже. Вон, вон, в жопку, в жопку ему. Давай. Готов. Шестьсот топ это отвалили. Найс. Так, добыча что-нибудь? Кожа великана что-ли? О, влезет ли всё? Влезло, но при этом я с полной инвентурией, да, остаюсь. Окей. Окей. О. Я уже не возьму то, что здесь. В общем, проблема. Он как бы не какущий, к счастью, этот пиратский тесар. Их. Я в грустях. У меня полная инвентария. И я полон желания залутать тут всё. Чёрт возьми. А там ещё и разрыв. Ладно, собачью кожу, по крайней мере, я могу взять. Травы даже не стану брать. Фиг с ними. Хочу добежать вот до сюда. Тут ли была какая-то пещерка? Была тут какая-то пещерка? Давайте посмотрим. И астрариум, который я уже осмотрел. Меня сейчас интересует пещерка. Рядом с этим астрариумом. Звуки такие, как будто я гарпий встречу. Нет, будет круто. Вы не подумайте. Я, наоборот, рад буду этой встрече. У, чайки. Громоденные такие. Зачем я это сделал сейчас? Ха, спровоцировал. Голубинного охотника. Голубинного охотника. Потому что мелочь пуздатая. На самом деле. Ой, паучара. Ну, хотя паучара это хорошо, потому что паучьи внутренности у меня сейчас по заданию проходят. Поэтому окей. Хочется. Так, давайте что-нибудь уничтожим. Какую-нибудь бесполезную фигню, типа ручного молота. Уничтожить. Так, уничтожить. Все. И возьмем хотя бы синенький посох. Но он стоит там должен, по идее, хоть каких-то денег, я не знаю. Больших, чем то, что я уничтожил. Вот так вот. Паучьи внутренности. Это хорошо. Паучьи внутренности. Это отлично. Так, тут второй выход из пещеры. Можно туда пойти, к астрариумам, но это будет только так, в перспективе уже. После того, как я хотя бы в город вернусь. Не люблю, когда дрянь вот так вот вылазит. В этом еще не одна такая дрянь уже. Нападайте, ребятки. Вот там паук. Все, теперь дайте мне пройти. Ну, мы доверим. Так вот он. Все, кокоть глубинного охотника. Блин, это главное предмет, который можно сдать, что самое неприятное. Так, ну давайте вот в самый-самый низ. Шляпа разведчика, которую я использую. Нет, вот уничтожим. Этот витар. Вот этот витар. Все, и... Предмет, имеющий научную ценность, я лучше оставлю себе. О, а паучья внутренность у меня вообще по квесту проходит. Поэтому надо. Мерзкий паук в темноте. Все, готов. Что-то там сейчас свои. Паучьи железы. Ядовитые железы паука. Оставишь меня, да? Оставил, точнее, уже. Нет, смотри, паучьи внутренности. Все взял, но... Инвентория-то при этом, очевидно, заполнилась. Да, кольчугу разведчика уже взять не смогу. Это средний доспех. Ладно, смотрим в оружие. В двуручном. Вот, гномья, камни-дробилка. Окей, уничтожить. Да, обязательно. Ага, укрепленный кинжал. Уровень первый. Уничтожаем. Уничтожаем. Ну, чуть-чуть подуничтожили. Уже лучше. Уже лучше сейчас взять. Здесь лутанемся. Ну, и что тут еще есть в этой пещерке? Похоже, что особо ничего. Ну, ладно. Стоп, а что ты там заметил такое? А, факел. Понятно. Что-то раньше что-то не заметил. О! Отлично. Шляпа искателя приключений. Так, а тогда подавайте-ка и к тому факелу тоже сходим. Надо, значит, надо ходить к факелам. Надо ходить. Ну, тут, видимо, ничего. Ну, ладно, значит, покидаем пределы этой пещеры. Тут уже заспаунились враги у нас. Чудесно, 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 так. Давайте, ребят, все сюда. Ну, я пока-то обычную возьму. Шкура глубинного охотника, ну, вроде бы, тоже не самая такая дешевая фигня. Ну, что мы, я не знаю, будем атаковать или что? Как-то они здесь уж это, уж больно активно спавнятся. Прямо-прямо активно-активно. Меня даже смущает. Паучьей внутренности уже не могу почему-то взять. Странно, я думал, они стакаются. И глубинный охотник готов. А тут почему? А, я вспомнил почему. Потому что амулет магии. Так, и здесь. Шкурку глубинного охотника взять, к счастью, можно. Ну, что ж, друзья мои, я полагаю, что на этом мы данную серию завершим. С этой пещерой разобрались в следующей, точнее, перед началом следующей. Я сгоняю, распродамся. И начнем, наверное, где-нибудь, где-нибудь здесь, в округе. Ну, так или иначе, в этой локации. Огромное всем спасибо за внимание. И до свидания, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!